Большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Большое спасибо предыдущему докладчику за его презентацию. И я вернусь к тому, о чём вы говорили буквально через минуту. Итак, я буду говорить о глиобластомах и буду говорить о том, как мы их лечим. Есть основных четыре. Это, во-первых, лучевая терапия, системная терапия и хирургическое лечение. И я могу сказать, что самое главное – это то, что хирургия работает. У нас не очень много данных, но, тем не менее, у нас ретроспективные данные есть, которые показывают, что пациенты с глиобластомой, например, вот по данным этого исследования, после полной резекции у них достаточно лучшие исходы по сравнению с частичной резекцией по результатам биопсии. И ещё раз я хотела бы указать на роль хирурга. Прежде всего, нужно убрать как можно больше опухолевой ткани и без клинических, конечно же, последствий для наших пациентов. То есть пациент должен выйти в лучшем состоянии, а не в худшем из операционной. И надо сказать, что то, что касается ретроспективных исследований, локализация и другие факторы, и размер опухоли очень сильно влияет на исходы. И если у нас более агрессивные, более крупные опухоли, то, конечно же, в некоторых случаях операция просто невозможна. Но абсолютно точно я могу сказать, что полная резекция отражается на исходах для пациентов. Единственное, что мы знаем, и знаем уже давно, это то, что лучевая терапия также работает. И вот это очень давние данные исследований ещё из 70-х. Но вы видите, что как только вы убираете лучевую терапию из, так скажем, алгоритма, вы гораздо хуже справляетесь, и пациенты гораздо хуже справляются, нежели чем с наличием лучевой терапии. Это не только из 70-х, но и вот здесь эти данные из 80-х показывают то же самое. И мы достаточно долгое время считали, что химиотерапия не играет никакой роли у пациентов с глиобластомами высокой степени малюгнизации. Но надо сказать, что если вы посмотрите, то вам не нужно быть статистиком для того, чтобы увидеть, что лучевая терапия работает. Но сегодня мы с вами также знаем, что химиотерапия также играет очень важную роль в лечении геобластома. И это благодаря исследованию ТМЗ. Это огромное исследование третьей фазы, которое продемонстрировало использование темы золамида в комбинации с лучевой терапией, которая значительно улучшила исходы для пациентов с глиобластом в виде. Что основной принцип заключается в том, что пациенты получают приблизительно 6 недель лучевой терапии. В тотале это приблизительно 2 грей. И затем они получают темазоламид 70-75 миллиграмм на квадратный метр в течение 6 недель. Вам нужно быть очень внимательны, отслеживать токсичность со стороны печени и тромбоцитов, и также пневмоцитскорение, то есть риск возникновения инфекции легких. Это то, что нужно отслеживать у этих пациентов. И вы видите, что пациенты, которые получают только лучевую терапию, они хуже справляются по сравнению с пациентами, которые на комбинации. Разница заключается в двух месяцах медианной общей выживаемости. Очень важно, это не очень важно. Но очень важно, это то, что фактически у нас в долгосрочной перспективе гораздо больше выживших, которые были как раз на комбинации терапии. Это как раз те пациенты, за которых мы сегодня боремся. Мы также с вами знаем, что метиляция играет огромную, и МГМТ – это фермент, который корригирует тот урон, который наносит опухоль. То есть, соответственно, чем больше у нас этого фермента, тем лучше у нас будет исходы лечения. Чем меньше, извините, этого фермента, тем лучше будет исходы лечения. И вот это одно из исследований, которое показывает, что промоутер МГМТ, если он метилирован, то в этом случае вы видите отсутствие экспрессии, и вы видите серьезную разницу. Это те пациенты, которые на отсутствие комбинации, вернее, на монотерапии, у них гораздо хуже исхода. И с другой стороны, те пациенты, у которых очень много этого фермента МГМТ, и он не метилированный, активный, вы видите, что разница является минимальной между пациентами на комбинации терапии и на монотерапии. И вопрос заключается в том, сколько этого фермента нужно давать пациентам с глиобластомой. Я настаиваю на том факте, что вот это исследование показывает, что шесть циклов, и это было исследовано в клинических исследованиях, и все исследования, которые мы проводили после этого, потому что в Соединенных Штатах очень многие врачи давали 12 циклов, или 24 даже цикла темозоламида, и они не показали никакого преимущества, никакого дополнительного преимущества по сравнению с шестью циклами темозоламида изначально. Поэтому мы рекомендуем сегодня придерживаться шести циклов, большое преимущество заключается в том, что если пациент может закончить шесть циклов без прогрессирования, то в этом случае будет очень хороший период ремиссии, и если мы темозоламида будем использовать в дальнейшем, то мы не получаем дополнительного преимущества, как я уже говорил. Очень важный момент заключается в том, что у нас есть пациенты пожилого возраста. Вы знаете прекрасно, что один из ключевых прогностических факторов – это общее соматическое состояние пациента, то есть это некое состояние здоровья. И это само по себе большое ограничение. То, что вы видите в паспорте, биологический возраст, то есть административный возраст, не обязательно соотносится с биологическим возрастом пациента. Пожилой пациент, например, может бежать в марафон, и это не точно такой же пациент, как вот этот пациент, который ходит при помощи палочки. Если вы посмотрите на пожилых пациентов, то было проведено исследование, которое было опубликовано относительно недавно, и которое делало приблизительно то же самое, что и предыдущее исследование третьей фазы. Это сравнивалось с монотерапией антимизоламида и комбинацией с лучевой терапией. И выводы, к которым пришло это исследование, было похоже на те выводы, к которым пришли исследования на общей популяции. Здесь вы видите общую выживаемость и определенные улучшения, и затем статус метиляции фермента, который дается пациенту, имеет определенное значение в ответе на антимизоламида. И вот это я пропущу. Можем ли мы сделать еще больше для наших пациентов? Первая проблема заключается вот в чем. Эти исследования проводили мои коллеги из Германии, и мы хотели посмотреть, что возможно, если назначать два алкелирующих препарата, возможно, будет более активным, более эффективным, чем у пациентов с новой диагностированной губастобой, с метилированным промоутером GMT. И это подразумевало, что это достаточно хорошее обоснование, почему два препарата с одним механизмом действия, может быть, не имеет смысла лечить, но на самом деле имеет смысл, поскольку тимозоламид, на самом деле, он маркирует ДНК с метильными группами, что является сигналом, что имеется некоторое несоответствие. Если достаточно таких сигналов, то клетка в итоге может уйти в апоптос. Ламустин обладает дополнительным эффектом, и он на самом деле способен запустить создание двойных ковалентных связок между двумя нитками ДНК. Это означает, что эти две нитки ДНК на хромосоме не смогут разделиться. И это, соответственно, имеется еще вторичная токсичность, которая может принести дополнительный положительный эффект для пациента. И основанием этого является следующее. Понятное основание, но, возможно, это может быть слишком токсической терапией. И именно поэтому было горизонтно-клиническое исследование. Было многоцентровое исследование третьей фазы, которое было ограничено по количеству пациентов, поскольку это было совершенно научное исследование без поддержки большой фармы. И мы видим, мы сравнивали пациентов со стандартной терапией и тимозоламид, и с лучевой терапией. И вторая, грубо говоря, пациенты получили 6 недель двойной терапии. И видите, что ламустин тимозоламид. И, соответственно, мы обычно даем эти два препарата раздельными циклами, но на самом деле пациенты получили 5 циклов по 5 дней тимозоламида, и в первый день этого цикла пациенты получали ламустин. И поскольку имелся некоторый риск токсичности, то идея была, на самом деле, в следующем, что начинать с низких доз тимозоламида и ламустина, если не будут усиления, если будут токсические ламуида, то остается прогрессивно увеличивать дозу тимозоламида. Если будут наблюдаться токсические ламуида, то, соответственно, уменьшат сначала дозу ламустина, а потом тимозоламида. Результаты этого исследования на самом деле интересны, поскольку первым важным фактом является то, что мы должны понимать, что не было никакого влияния на безрецидивную выживаемость. Если посмотреть на результаты исследований, то мы можем несколько удивиться, поскольку он показал два графика, которые были получены, и вот то, что мы видим здесь, какой из графиков мы бы выиграли с точки зрения лучшего исхода. Мы, естественно, согласимся, что график слева выглядит некоторым образом лучше, чем второй, и мы берем вот этот график. Это график, который был опубликован в Lancet Oncology, но на самом деле он основан на результатах модифицированная группа ITT, поскольку было понимание, что имеется несоответствие, дисбаланс между маленькими инсидентствами и учреждениями, где больше пациентов получали комбинертерапию в сравнении с монотерапией ламустином, и, соответственно, это глупо intention to treat, модифицированный intention to treat когорта. И, соответственно, мы не знаем, есть здесь что-то или нет, и, соответственно, требуются дополнительные исследования, чтобы быть уверены, что мы должны комбинировать эти варианты препаратов, эти варианты терапии. Это то, что я вам с вами говорил, мы уменьшили 63-66 пациентов, а здесь было, соответственно, исходное по-моему, 69 на 72 пациента. И, опять же, одна из причин в группе пациентов, которые получили два препарата ламустином и саламид, получились слишком меньше тема золамид, чем в стандартной группе. Возможно, это тот, здесь имеется риск, что вы не даете недостаточно эффективный, недостаточно уровень терапии у пациентов, также имеется риск, что это семейство алкнишных препаратов, если вы назначаете вместе, вы не получаете более этой опции, скажем так, по смене терапии. Еще один момент, который я хотел бы обсудить с вами, поскольку я считаю, что это чрезвычайно интересно, это то, что называется поля опухолевой терапии. То есть, соответственно, если мы будем генерировать поля одинаковой частоты и напряжения, мы можем нарушить процесс глинического деления. Другими словами, клеткам будет очень сложно разделить хромосомы даже между двумя дочерними клетками, и если это происходит, то клетка погибнет, если это не происходит, то, соответственно, клетка в следующем цикле может подвергнуться воздействию этих опухолевых полей, и это в итоге может привести к уничтожению клетки. В инвитере работало очень хорошо, и это также может показать, что, возможно, имеет место иммуноматрисерин и клетчатая гибель, аутофагия, нарушение процесса репарации ДНК и также нарушение процесса клетчатой фигурации. Все эти важные аспекты, касающиеся глиобластомы. Очевидно, что вам нужно соответствующее электричество, и его воздействие должно произойти за счет длительное время, то есть, где-то примерно на 18 часов в день генерировать соответствующее электрическое поле, и должно быть соответствие матрицы, чтобы генерировать эти поля в определенное поле. И важный момент по поводу глиобластомы, поскольку очень просто закрепить электроды на голове, поэтому было выбрено опухолевое, это опухоль очень агрессивный, соответственно, вам проще на нее воздействовать. Конечно, вначале никто не считал, что это будет работать достаточно быстро, но вот, что интересно, было проведено исследование третьей фазы по пациентам с первой установленной глиобластомы, и большинство пациентов получали лучевую терапию и темозоламид, и в начале курса поддерживающей терапии пациенты с одной группой получили 6 курсов темозоламида или комбинацию темозоламида плюс АПТУН. И пациентам на самом деле разрешали продолжать лечение с этим устройством до прогрессирования. И вот что интересно, результаты здесь интересные, поскольку, как мы видим, различения безрецидивной выживаемости, мы видим также различия в общей выживаемости, мы видим с 16-20 месяцев она увиделась, увеличение без изменения рисков и долгосрочной выживаемости увеличилась, и мы по сути через 3-4-5 лет мы увидели удвоение процента выживших пациентов, получавших соответственно комбинированную терапию геолитическим полем плюс стомозоламидом. Это весьма многообещающая, скажем так, перспективная тема. Проблема заключается в том, для пластома, что бы с ней не делали, она в итоге рецидивирует. Какие у нас есть варианты для лечения в такой ситуации, если заглядзованная глил, мы можем рассмотреть просто хирургии, повторную лучшую терапию отчаянно экспериментальной области, это два способа можно это делать. Мы можем использовать как фокусная стереотоксическая терапия, что также вы можете или врачи, скажем так, сейчас обсуждают другие варианты терапии. Терапия, которая оформлена, одобрена с точки зрения химиотерапии, например, FDA и ЕМА, это из темозоламид и вот эти вот алкалирующие препараты, такие как кармустин и ламустин в Швейцарии и в США. Также имеется возможность назначения вастином, ватсизумаба, это моноклональное тело против EGF. и есть целый ряд вариантов терапии, которые периодически назначаются без каких-либо адекватных данных, доказывающих эффективность. Я также хотел бы напомнить, что ламустин является активным препаратом, и, соответственно, если вы разрабатываете технические исследования по рецидиву таких пациентов, нужно быть аккуратными и очень сложно. Исследование, ни один из препаратов за последние 10 лет не смог преодолеть этот важный, скажем так, важную эту веху, и, соответственно, ни один препарат не смог превзойти авосинбецезумаб, это баклональное антитело против ВИГФ. Это соединение, которое способно на самом деле уменьшить размер опухоли и уменьшить контрастное усиление, причем в очень таком хорошем масштабе. Вопрос в следующем. Мы получаем только радиологический эффект, то есть его улучшение, или он действительно убивает опухолевые клетки. Что нам известно? Это работа, которая была проведена с новым антиангиогенным препаратом садиранибом, что мы получаем очень быструю корректировку проницаемости в этой зоне. Другими словами, это говорит о том, что мы теряем сигнал, который и, соответственно, возможно, это означает, что мы теряем сигнал, но раковые клетки остаются. На самом деле, это очень важно для пациента. Если уменьшаем размер опухоли черчайно эффективно, то мы получаем очень мощный противоотековый эффект, и это означает, что зачастую мы можем получить существенное улучшение их, скажем так, состояния, их симптоматики. Исследования, в котором славнули ламустин с бивоцизумабом или авастином, это исследования, которые вы видите здесь, и мы видим эффект на безрецидивную выживаемость. И в основном мы говорим о технологиях радиологического улучшения достаточно длительное время, но при этом это не транслируется на общую выживаемость. И на этом я хотел поблагодарить вас за ваше внимание. и...